В Берлине становится темнее. В немецкой столице постепенно отключают подсветку туристических достопримечательностей и известных зданий. В их числе, например, Берлинский собор, колонна Победы, церковь Кайзера Вильгельма, замок Шарлотенбург, дворец президента Бельвью и здание Бундестага. Всего в темноту погрузится 200 зданий. Таким образом, городская администрация Берлина намерена сэкономить до 200 тысяч киловатт-час в год или около 40 тысяч евро. Так же поступают и власти десятков немецких городов. Правительство страны призывает жителей к экономии на фоне грозящего зимой энергокризиса. Отключение подсветки носит скорее символический характер. Таким образом, власти городов решили подать пример жителям. Экономия как можно большего количества энергии стала очень важной в Европе и Германии из-за войны против Украины и угроз России сократить подачу энергоносителей. Государственные учреждения должны подавать пример. Мы делаем это в Берлине, отключая внешнее освещение в 200 зданиях. Города и коммуны намерены экономить не только на освещении. Власти также сократят отопление в ряде зданий. Например, в Казислаудерне решено снизить отопление школ и общественных зданий с 20 до 17 градусов. В некоторых городах решено снизить температуру воды в бассейнах на 1-2 градуса и закрыть сауны. В Ганновере и Людвигсхаффене пошли на более радикальный шаг и вообще отключили горячую воду в душевых городских бассейнов. Готовы ли обычные жители Германии пойти на экономию энергии? Вот что нам ответили на улицах Берлина. Да, мы уже пробуем экономить. Быстрее принимать душ, включать свет только, если это действительно нужно. И мы очень рады, что в нашем доме на крыше есть солнечные панели. Я лично пытаюсь принимать душ за 3-4 минуты. Сейчас я еще не сильно экономлю. Езжу вот много на велосипеде. Думаю, зимой это будет более актуально и придется немного экономить. Вы, наверное, заметили, как подорожали продукты и другие товары. Все дорожает. Я доверяю правительству. Ну, мыться в душе и готовить буду быстрее. Все немного быстрее. Вы знаете, я прошлую зиму купалась в озере каждые выходные. Я уже готова ко всему. Но посмотрим. Я же не знаю, какие цены будут. Пока окей, пока можно. А дальше поживем, увидим. У меня такой менталитет, что надо жить настоящим и не заглядывать в будущее. По-моему, корона нас как раз этому и научила. Около 40% энергии производится в Германии из возобновляемых источников. И газ пока что играет важную роль в производстве электричества. Об этом напомнил министр финансов Кристиан Линднер. И потребовал не тратить газ на выработку электроэнергии. Именно неясности с поставками газа заставляют немцев экономить. На этой неделе «Газпром» сократил поставки по северному потоку с 40 до 20% пропускной мощности газопровода. Ряд экспертов и политиков высокого уровня ждут, что поставки могут остановиться вовсе, ближе к зиме. На фоне этого Евросоюз рекомендовал странным членам снизить потребление газа на 15%. Немецкое правительство намерено сэкономить даже больше 15% и готовится к разным сценариям. Если действительно дойдет до прекращения поставок газа из России, стоимость энергоресурсов вырастет еще больше. В таком случае власти намерены ввести дополнительные субсидии для малоимущих. Но все равно не исключают протестов из-за роста стоимости энергии.